Привет, друзья! Вы смотрите видео от канала СпортСын специально для Heavy Metal Gym, и сегодня я расскажу о планировании тренировочного процесса для детей. Сразу оговорюсь, что если вы хотите получить серьезные результаты, а не просто попробовать, то и подход к делу должен быть соответствующим. А значит, планирование – это то, что нам надо. Планировать будем макро- и микроциклы, и чем старше становится ребенок, тем более интуитивно мы подходим к составлению микроциклов. Под микроциклом будем понимать отдельную тренировку, а под макроциклом – основные периоды развития ребенка, в которые он приобретает новые двигательные навыки или существенно развивает приобретенные ранее. Итак, самые важные макроциклы мы планируем, начиная с рождения и до трехлетнего возраста ребенка. В это время в мозгу формируется до 80% всех нейронных связей. Иными словами, до трех лет формируется хард, на который потом можно будет поставить соответствующий софт. А мы знаем, чем меньше возраст ребенка, мы сейчас говорим о младенцах, тем меньше у вас времени на какие-либо занятия с ним. Ребенок спит, если в перерывах вы должны помимо сюсюка не успеть осознанно с ним позаниматься. Поэтому вы планируете примерно две тренировки в день и занимаетесь так ежедневно. Включите в тренировку динамическую гимнастику, массаж и плавание, можно раз в день. Потом добавляете упражнения на развитие вестибулярного аппарата, упражнения с утяжелением. Развиваете моторику, тренируете хват, подготавливаете к ходьбе. Когда ребенок начинает ходить, это год плюс-минус несколько месяцев, начинается новый макроцикл, а значит микроцикл добавляются совершенно новые упражнения. И самое главное, появляется новое место для тренировок – детская площадка. Воспринимайте ее как тренажерный зал для ребенка, потому что на хорошей детской площадке есть все, что нужно для развития ребенка. Надо только иногда показать пример и кое-где подстраховать. Тут мы закрепляем навыки, полученные в предыдущем макроцикле, и получаем новые. Есть карусель «Отлично!» Вот готовые упражнения на развитие вестибулярного аппарата. Нам надо только периодически отдыхать и менять направление. Есть футбольное поле – здорово! Здесь мы закрепляем и развиваем навык ходьбы. Стараемся, чтобы ребенок как можно больше ходил самостоятельно. Для этого начинаем играть в футбол. Тем самым провоцируем ребенка бегать за мячом. Лучше, если, например, мама играет с папой или со старшим братом или сестрой, тогда ребенок очень быстро увлекается игрой. Сначала он будет пытаться взять мяч руками, но со временем научится играть ногами, что развивает еще и ловкость. Учимся ходить и одновременно учимся ездить. Летом или дома зимой на беговеле, на улице зимой ставим на лыжи или коньки. Кроме того, выходим на более серьезный уровень в плавании. Все это надо планировать заранее, чтобы не упустить момент, потому что до трех лет лучший возраст для обучения. Также не забываем и о домашних тренировках. Проводим их один-два раза в день ежедневно. И постепенно ребенок начинает делать упражнения сам. Увидел на улице ступеньку, сделал прыжок глубину с выпрыгиванием на развитие взрывной силы. Увидел поручень, забрался, повисел и так далее. На этом этапе тренировки становятся более интуитивными, и они встраиваются в общий процесс жизнедеятельности на уровне микроциклов. Но макроцикл растет, и туда добавляются еще больше упражнений, развивается еще больше навыков. Итак, друзья, я думаю, вы хотите больше конкретики и больше тренировочных схем в микроциклах. Если вам это интересно, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на мой канал Спортсин. Подведем итог. Планирование тренировочного процесса на уровне микро- и макроциклов – это базовая составляющая успешного, качественного и полноценного развития вашего ребенка. Принцип такой – планируйте в два, чем будет заниматься ваш ребенок в три, в какую секцию он будет ходить, как будет развиваться. И не забывайте, что помимо развития физических двигательных навыков, вы можете развивать, например, музыкальные способности, что тоже очень неплохо сказывается на развитии интеллекта в целом. А я с вами прощаюсь и напоследок покажу, как Святослав в два с небольшим года весело играет на губной гармошке. Пока! Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok